Огромный привет всем любителям комнатных растений! Начался сентябрь, осень приходит к нам и хочу показать, какие фиалки у меня сейчас цветут. Стандарты в основном сейчас у меня без цветов. В конце августа я сняла последние цветочки лета с них. Вот на некоторых все еще остались. Например, это Золушкин сон. Осталось всего три цветочка. Лето в этом году было очень жарким, поэтому в основном мои фиалки стояли без цветов. Я удаляла все бутоны. Некоторые есть, конечно, потери у меня у фиалочек, но ничего с этим не поделаешь. Корни не работали. Было очень жарко в квартире до 30 градусов, при том, что я использовала вентилятор. Но это не помогло некоторым фиалочкам выжать. Но не будем о грустном. Это процесс обычный. Вырастим еще. В общем, вот красоточка. Золушкин сон. Такая сеточка темно-фиолетовая по краешку. Очень люблю этот сорт. Надеюсь, он у меня и дальше сохранится. Рядышком здесь стоит Коко Шанель. Без цветочков сейчас. Зацвела молоденькая розетка сорта Айри Шрафлс. Розовые с зелененьким кантом и с белыми такими пятнышками цветочки. Белая пестролистность. Но пока не знаю, нравится ли мне этот сортик. Я еще не поняла его, если честно. Вот такая вот розеточка. Из миниатюрных фиалок цветет ле-алмазная пыль. Довольно-таки симпатичный сортик. Но он склонен к тому, чтобы заплывать. Даже до конца не уверена, что у меня эта фиалка получилась сортовая. Потому что один экземплярчик ушел в спорт. И стал просто цвести синими цветочками. А вот этот вот больше похож на тот сорт, который я ждала. Цветы должны быть белые с синим кантиком. В общем-то здесь кантик я вижу, но он заплывает. Поэтому не уверена, что буду держать эту фиалочку дальше в своей коллекции. Но просто такая симпатичная. И желтоватая пестролистность тоже здесь не очень видна. Но опять же, возможно, это из-за температуры. Зацвели также Джоли Джубели. У меня пока что две розеточки. Очень красивая. Мне нравится желтая пестролистность. И такие яркие фиолетово-бордовые цветы. Очень красивые. Довольно хорошая шапочка. Это при том, что я их старалась не сильно удобрять. Потому что была жара. И вот такие цветочки. Розеточки очень аккуратненькие, симметричные. Джоли Бомбина. Ярко-ярко-розовые, такие малиновые цветочки. Это уже остатки цветения. Цветочки у этого сорта такие довольно-таки корявенькие. Но очень милая гелла листва. Хороший сортик. Очень легко растет. Далее вот такая миниатюрка N-дюймовочка. К сожалению, у меня она безобразничает. И растет как трейлер. Несколько голов. Поэтому буду выращивать заново. Сниму листочки. И постараюсь вырастить более аккуратную розеточку. Ну, вот это вот после лета такие она мне выдала цветочки. И еще две миниатюрки с желтой пестролистностью. Название я напишу. Очень тяжело его выговаривать. Белые цветочки. Простые. С такой розовой серединочкой. Не очень устойчивый сорт. Потому что, опять же, из-за температуры не все цветочки дали этот глазочек посерединке. Но все равно мне очень даже нравится. Одна из деток сорта Ян Каприз. Несмотря на то, что розеточка пока разлапистая. Но цветочки просто бесподобные, на мой взгляд. Настолько они белоснежные. И с таким салатовым кантиком. Такие нежные, махровые. Просто восторг. Начинает распускаться первый цветочек на молоденькой розетке сорта Полины Виардо. Обожаю этот сорт. Не жду, конечно, я какого-то грандиозного цветения от этой фиалочки. Но, надеюсь, в будущем увидеть уже шапочное цветение. Начала уже удобрять эту розеточку. Летом я старалась не удобрять свои фиалки. Потому что это очень опасно в сочетании с высокими температурами. А сейчас уже, надеюсь, добиться более какого-то обильного цветения на зиму. Цветочек еще не раскрылся. Только-только начала распускаться. Поэтому лепесточки еще скручены. Но, честно говоря, мне даже сама розеточка нравится без цветов. Потому что очень она необычного оттенка. Такая вот пестролистность. Ну, это уже остатки былой роскоши. Сортик Сенкс Биг Беллс. Синие такие колокольчики. Совсем немножко цветочков после лета осталось. Ну, и в конце видео хочу показать еще вот несколько цветочков. У меня осталось от летнего цветения на розеточках Пепперминт Гелл. И будут они немножко отдыхать. И также вот занималась я на днях пересадкой. Еще кучу деточек рассаживала. Какие-то еще не рассаженные. Все еще в тепличке. Вот такие вот заботы постоянные. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч на моем канале. И всем пока-пока!